Субтитры сделал DimaTorzok То есть все-таки для нашего покупателя наш производитель делает более доступную стоимость, чем это где-нибудь там в Европе, в США и так далее. То есть нужно понимать, что цена это нормальная и он продается за эти деньги. Более того, у меня была более крупная модель на обзоре, может быть вы посмотрели, и она была продана до того, как вышел обзор. То есть эти ножи не лежат на полках там и не пылятся, и они не ищут своего покупателя очень долго. Их реально берут, потому что есть за что. Нужно понимать, что любой нож Широгорова это выгодная инвестиция. Эти ножи не дешевеют, их можно продать дороже со временем. Это реально инвестиция. Это те ножи, которые дорожают. Это те ножи, которые сразу идут как вот митэч до класса кастом. Это не просто ножи. Это ножи, которые сразу, если вы их вот подложили на полочку, это сразу коллекционные по сути экземпляры. То есть это те ножи, которые реально, которые потом, со временем, они только дорожают. Это инвестирование в ножи в том числе, если вам это интересно. И это ножи, которые стоят своих денег. Они разбираются. Если бы они не стоили, их бы не брали. Давайте сразу этот момент. И многие там говорили, ооо, там это дорого-недорого. Однако, поймите правильно, даже студент, по большому счету, я вам скажу сегодня, у меня брат в школе учился. У него, ну скажем так, там с дня рождения, да, там он еще там не работал, не зарабатывал. Ну там с каких-то моментов, да, там на Новый год подарили. Что-то как-то где-то там по мелочи подработал, если вдруг. Даже он мог себе позволить хороший, качественный нож за такие деньги. Понятно, что ссылочка будет в описании под видео. Вы посмотрите, что, почем. Цены могут там чуть-чуть меняться. Опять-таки, я же говорю, ножи эти дорожают на самом деле. Я думаю, что многие это увидели на протяжении нескольких лет, за последние годы. Вы могли видеть, что эти ножи, опять-таки, всегда росли в цене и всегда пользовались спросом. Давайте так, теперь про сам нож. Стоит сказать, что это порошковая сталь у The Holm Elmax. В данном случае применяется, мы видим, что Elmax, да. Причем, кстати говоря, мне эта модель понравилась чуть-чуть больше, чем более крупная. Но, скажем так, изначально Шарагоровы делают обычно ножи довольно крупные. То есть, ну, по клинку, там, да, в районе, там, ну, от 9 сантиметров, там, 10-11 сантиметров. Очень часто, 111, там, та же самая знаменитая модель, да. И, получается, ножи довольно крупные. И, в принципе, с одной стороны, ими много что можно сделать. С другой стороны, для EDC удобно, когда нож достаточно компактный. То есть, в данном случае, вес, например, ножа всего лишь 90 грамм. То есть, его удобно носить. Это довольно важный момент. Ко всему прочему, по сведению. Здесь у нас 0,3, ну, и ближе, там, к кончику 0,5 сведение. То есть, по большей части, это 0,3. По обуху 3,5. Это нормальные характеристики. То есть, реально, ножом можно что-то удобно резать. Он не раскалывает продукты. То есть, более крупные модели имеют, обычно, более, такой, скажем, внушительный обух. И для каких-то видов работ, там, силовых, это, конечно же, плюс. Но для, так скажем, такого вот более EDC-шного применения, да, на каждый день почистить какой-нибудь фрукт, это, скорее, как бы, ну, минус, да. В данном случае, компактная модель мне понравилась. То есть, она позиционируется как EDC, и она в плане вот EDC вписывается очень-очень хорошо. Прекрасный ход, на самом деле, у ножа. То есть, прекрасная, выверенная механика. Всё идеально по центру, но иначе не может быть у широгоровых. Соответственно, здесь на самое начало пятой клинка заходит замок. Само собой, у нас есть специальный сухарь, который препятствует залипанию титана. Титановая, да, у нас рукоять к клинку. И, соответственно, препятствует здесь излишнему отгибанию рукояти. Вы видите, что вот такие сложные формы можно вырезать только специальной лазерной резкой. То есть, по-другому никак, никакой там, условно, болгаркой вы так не вырежете, да, там, никаким вот, там, ну, по-другому вообще, в общем-то, в принципе, я думаю, только так. Это, по крайней мере, моё мнение, но вот так. Значит, по стали вернёмся. Udeholm Elmax Super Clean. Это сверхчистая хромомолибденовая ванадевая порошковая нержавеющая инструментальная сталь, которая производится компанией Böller Udeholm. Значит, первоначальная сталь вообще предназначалась для изготовления режущих элементов станков, которые будут обрабатывать различные по составу свойства, там, например, пластмассы резать. То есть, как бы, но она, эта сталь, приобрела наибольшую популярность в, как бы, позитивные отзывы, да, получила у наживщиков. То есть, профессионалов, прежде всего, в Германии, в скандинавских странах, ну, как бы, уже после во многих других развитых странах мира. Здесь у нас твёрдость 60-61 единица по Rockwell, что очень даже хорошо. Опять-таки, по сведению по обуху я вам всё это назвал. Рукояти Backspacer – это титановый сплав BT-22, BT-23 с резервованием на станке с ЧПУ, Stonewash, соответственно, применяется. То есть, ну, клипса, то, что титановая, это, как бы, понятно вполне, да, тоже, потому что всё это в одном стиле сделано. Опять-таки, очень стильно, очень качественно, ничего здесь не люфтит, не болтается, то есть, всё по дизайну продумано. Есть сложные весьма формы, давайте попробуем сфокусироваться, показать вам. То есть, сложные достаточно формы вот здесь вот по обработке, по всему такому. В целом, нельзя сказать, что нож какой-то не классического вида, то есть, вид вполне такой вот, который, мне кажется, понравится любому. То есть, по крайней мере, ни у кого точно не вызовет какого-то отторжения, непонимания и всего такого. Да, кстати, вот сейчас у меня лежат на фоне сертификаты к данному ножу, то есть, такой с оригинальными синими печатями, подписью, всё как положено. То есть, всё сделано как надо, кстати говоря, по подписям. Давайте всё-таки посмотрю. Ну, нет, это абсолютно точно оригинальная подпись, это не фоксимилька, это именно вот то, как надо. Здесь у нас, соответственно, тоже всё заполнено, вот такие вот штучки, как бы всё это сделано. Есть вот такая вот салфеточка, ну, мне кажется, что стильно, стильно, вот есть чем протереть нож, есть как его хранить, коробочка, всё это сделано. Ну, это молодцы. В принципе, по поводу самого ножа, да, вот эту наклеечку, её надо снимать, но так как я взял нож на обзор, я всё-таки не снимаю, но там будет вот такая же вот штучка. То есть, я всё-таки эту наклеечку решил не снимать, думаю, ну, как-то, наверное, мне это неудобно, что ли. Значит, что ещё бы хотел сказать. Осевой узел. Осевой узел обеспечивает вот такой прекрасный ход, это мультирядный шариковый подшипник собственной конструкции. Называется он MRBS, ну, и, соответственно, ход просто вообще шикарный. То есть, клац, ход, всё очень крутое, очень классное, то есть, при отсутствии люфтов всё подогнано просто великолепно. Здесь у нас оптимальное усилие подбирается для того, чтобы нож всегда раскрылся, то есть, вы всегда его раскрываете. Очень удобно, вот мелкие какие-то фасочки сняты, чтобы пальцу вашему было удобно куда ложиться. То есть, в мелочах всё очень и очень продумано. Мне, на самом деле, очень понравился этот нож, то есть, он впечатлил, он, ну, по-своему, да. То есть, каждый нож, по большому счёту, от мастерской братьев Широгоровых, я думаю, что он по-своему интересен. Я очень рад, что сейчас появилась возможность взять такие ножи на обзор. Где-то 84 мм длины клинка здесь. Ну, смотрите, тут смотря, как мерить, понимаете. То есть, вот, так как форма рукояти вот такая, как бы, сложная, да. Длина режущей кромки по прямой где-то в районе 85 мм, может быть, тоже 84 мм. И общая длина где-то в районе 190 мм. Ну, вы можете посмотреть на разницу габаритов по сравнению со спайдеркой эндурой. Но режущие кромки практически одинаковые по своей длине, получается. То есть, здесь у нас просто такая более внушительная рукоять. Эндуро я показываю как такой, ну, скажем так, популярный нож. И, по крайней мере, если даже у вас этого ножа нет, вы относительно эндуро, когда смотрите мои разные ролики, можете сравнить габариты, опять-таки, ножей. Благодарю, на самом деле, за предоставление мне на обзор ножа компанию «Резать Ру», которая является официальным дилером мастерской братьев Широгоровых. А также, на самом деле, огромная благодарность самой мастерской братьев Широгоровых за то, что они предоставили своим клиентам, прежде всего, в реальной жизни, возможность прийти в магазин «Резать Ру» в центре Москвы, выбрать нож, пощупав его, оценив, впечатлившись. Большое спасибо. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok